Добрый день! Час дня в столице. О главных событиях к этому часу рассказывают корреспонденты агентства Хабар. В студии Батаго Саркулова. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. В Казахстане сокращается число преступлений, совершенных ранее судимыми и несовершеннолетними. Об этом сегодня говорили на заседании правительства. Министр внутренних дел заявил, что эти перемены – результат совместной работы МВД и Акиматов. С помощью камер видеонаблюдения, которые устанавливают и в сельской местности, раскрыто более 2000 преступлений. Пресечено более 2 миллионов в нарушении ПДД. За вождение в нетрезвом состоянии задержаны 18 тысяч автолюбителей. Отмечается рост числа семейно-бытовых преступлений. Кражи составляют 60-70% всех нарушений. В 2016-2017 годах для обеспечения местной полицейской службы из бюджета выделено более 6,5 миллиардов тенге. Успешно решаются кадровые вопросы. Так, совместно с местными органами, 3000 сержантов переведены на офицерские должности. Правда, пока эту работу полностью завершили только в трех областях. Мы неоднократно поднимали вопрос о строительстве общежитий для сотрудников полиции и их семей. Надеемся, что Акимы примут этого внимания и последуют примеру Северо-Казахстанской области, где построили жилье для сотрудников полиции. В Казахстане в августе на 4,5% снизился спрос на иностранную валюту. Последний летний месяц казахстанцы купили ее почти на 344 миллиарда тенге. Нацбанки заявляют, спрос на иностранную валюту находится на среднестатистическом уровне прошлых лет. Начинается строительство дороги от Ирау-Астрахань. На первый участок 60 километров из республиканского бюджета выделено 26 миллиардов тенге. Срок строительства чуть больше двух лет. Общая протяженность дороги 277 километров. Шириной по проезжей части 9 метров. Также по 3 метра будет отсыпана обочина автомобильной дороги. Общая ширина земляного полотна будет 15 метров. Категория дороги будет соответствовать второй технической по ее пропускной способности, а также по грузоподъемности 13 тонн силы на ось. В большинстве регионов Казахстана не ожидается роста тарифов на тепло. Исключение – Казлардинская, Мангостауская и Южно-Казахстанская области. Там платежи вырастут. В некоторых областях наоборот ожидается снижение. В городе Астана тариф для населения снижится на 2,6%. В Алматинской области тариф для населения снизится на 16,3%. Кроме того, в Западно-Казахстанской области при сравнении с предыдущим отопительным сезоном тариф для населения снижается на 1,4%. Наши тарифы все открыты, все утвержденные тарифы на нашем официальном сайте размещены. До конца года газопровод планируется провести в три района центра Алматинской области. Город Уштюбе, села Сароузек и Баканас. Стоимость проекта больше 10,5 миллиардов тенге. Доступ к голубому топливу получат 128 тысяч жителей региона. Все работы на сегодняшний день завершены на 60%. Закуплены все строительные материалы и оборудование на 80%. Проект вообще был переходящим, но подрядчик на сегодняшний день за свои средства обязался завершить эти работы до конца текущего года. Изменению климата посвящен новый раздел экологического кодекса Казахстана. По расчетам специалистов, к 2030 году снизится уровень в водоемах Севера, а на йоге прогнозируют увеличение количества осадков. Мы не говорим о том, что мы предотвратим изменение климата. Мы должны принимать меры, которые в последующем мы сможем снизить эти риски и уязвимости, чтобы в будущем, в долгосрочной перспективе, мы наименее были подвержены к этим изменениям. В 2021 году аграрии смогут получать кредиты онлайн. В таком же формате возможным станет и выделение земель сельхозназначения. В этом году в цифровом формате будет распределено дизельное топливо в Павлодарской области. Электронные заявления на отгрузку почти 17 тысяч тонн горючего уже собраны. До 2020 года в 53 сельские школы Западного Казахстана проведут интернет. В регионе с этого года начали реализацию проекта по подведению оптоволоконных сетей по программе государственно-частного партнерства. Это позволит увеличить скорость интернета с 4 до 10 мегабайт в секунду. Из 380 школ области интернет сегодня есть в 327. Из 12 райцентров только в 7 подведено оптоволокно, остальных нет. После внедрения вот этих 92 СНП у нас будет обеспечен, все 12 райцентров будут охвачены. Основные работы будут проводиться в 2019 году и в течение 2020 года работы будут выполнены. Сегодня началась неделя общих премий в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой Казахстан презентует Кодекс по борьбе с терроризмом. Основной целью документа, инициированного президентом Казахстана, является создание международной коалиции по контртерроризму и достижение к столетию ООН в 2045 году мира, свободного от терроризма. Также делегация Казахстана примет участие в работе различных встреч в многостороннем формате. Завтра в столице стартует «Астана Медиа Уик». Руководители СМИ и продакшн-студии Казахстана и зарубежья, журналисты и блогеры соберутся, чтобы обсудить современные тенденции развития журналистики. В первый день участники обсудят актуальные вопросы. Во второй запланирован форум региональных средств массовой информации, на котором обсудят развитие отечественных СМИ. Спикеры международного уровня завершат программу. Мы хотим, чтобы они все здесь встретились, обменялись информацией. Каналы, например, могут наладить свою связь или даже купить продукцию у продакшн-студии. Продакшн-студии могут предоставить самые лучшие свои произведения. То есть они здесь могут прорекламировать себя и найти партнеров. Это не только касается казахстанского рынка, но также и зарубежные продакшн-студии, а также зарубежные гости, руководители и компании здесь могут взаимосвязь наладить друг с другом. Жительница Петропавловска открыла мастерскую, где шьют эксклюзивные наряды для казахстанских гимнасток. Спрос на спортивную одежду оказался высокий. Нургуль Ахметова продолжит. Это все вручную приклеивается, каждый камушек по отдельности. Один такой купальник украшают до двух тысяч страсс. Эксклюзивные наряды здесь шьют и расписывают вручную. Эту мастерскую Динара Мурзакова создала после того, как не смогла найти во всем городе нужной вещи для дочери гимнастки. Мне хочется, чтобы каждая гимнастка носила наше имя. Она с гордостью, чтобы знала, выступая на площадке, что это сделано в Казахстане. Вот это очень важно. Чтобы наши спортсменки, они были индивидуальны. Поехали прыжочки на двух ногах, толкаемся наверх. В одном только Петропавловске гимнастикой занимаются почти 400 девочек. Наряды для выступлений их родителям приходилось заказывать за границей. В первом попавшемся костюме на сцену не пропустят. Купальник должен подходить и к лицу, и к песне, подчеркивают тренеры. На соревнованиях должна быть четко прописана прическа, наличие полутапочек, непосредственно наш атрибутика ног. И, естественно, купальник – это основное. Это самое красивое, что завораживает девочку, когда она выходит на площадку. Мне нравится, потому что у него есть такие камушки. Он сверкает в солнце. Наряды у петропавловских мастериц заказывают со всего Казахстана. Теперь здесь подумывают о расширении. Рабочие места за швейными машинками хотят предложить людям с ограниченными возможностями. Нургуль Ахметова, Толя Генеманов, Новости, Хабар. И к этому часу у нас все. Итоги дня мы подведем в 8 и в 9 вечера. Напомню, все наши новости доступны на нашем сайте. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин